Женщины, которые не согласны с Фимопкомом, сегодня являются просто главным врагом всего, что они пишут. На последней неделе произошел потрясающий, не хочется ругаться, потрясающий ругань между интерсекциональными феминистками, Фимопкомом и, в общем, здравым смыслом, как это обычно и бывает. Бывает, это произошло после истории с убийством семьи иммигранта в Дуве, где иммигрант, видимо, то ли находясь в состоянии аффекта, там подробности не так хорошо известны, убил семью, на которую работал. И в ответ на это феминистки Фимопком выдал совершенно удивительный, давайте выведем на экран трет, о том, что зачем вы вообще привлекаете внимание к тому, что это сделал иммигрант, зачем вы привлекаете внимание к его происхождению, неужели это имеет какое-то отношение к произошедшему? Разумеется, это имеет какое-то отношение к произошедшему. Я сейчас объясню, почему. Кстати, в связке с тем, что произошло сегодня, в Новосибирске наркоман убил девушку и, на самом деле, неправильно говорить его оправдание, но комментируя это, примерно тот же самый срез, скажем так, общества начал выдавать тейки, которые только что выдавались в защиту нелегальных иммигрантов, а именно, не нужно стигматизировать в одном случае нелегальных иммигрантов, в другом случае не нужно стигматизировать наркоупотребителей, как они это называют. Почему? Потому что, ну вот, значит, это, конечно, беда случилась, на самом деле наркопотребителям там нужна помощь, на самом деле, как вы смеете, значит, защищать границы своей страны, как вы смеете говорить о том, что среди мигрантов преступность, которую совершают мигранты, она превышает преступность, которую совершает местное население. И все это сводится в такой бессмысленный разговор, основным тезисом которого является, как вы смеете говорить о каких-то больших числах. И здесь мне хотелось бы прокомментировать это в следующем ключе, что, смотрите, есть разница между, как я уже говорил, во-первых, уголовным преследованием и уголовной ответственностью, которая коллективной не должна быть никогда и не имеет права. И, в принципе, любые люди, которые выступают за коллективную ответственность перед законом, это, ну, это люди, которых не просто нужно бояться, да, это настоящие враги России, потому что это придет к катастрофе, приведет к массовым чисткам, приведет к тем ошибкам, которые были совершены в тоталитарных государствах 20 века. Мы говорим не об этом, но мы говорим о разнице между ответственностью и здравым смыслом. И когда речь заходит об изнасилованиях, когда речь заходит о том, нужно или не нужно встречаться с наркоманом, вот люди, которые влетают в тред и говорят, не нужно стигматизировать наркопотребителей, они совершают не просто, они совершают аморальный поступок и, разумеется, они не подталкивают жертву к, не совершают агрессивного насилия против жертвы, да, но они совершают аморальный поступок, потому что таким образом они вводят людей в заблуждение относительно реального положения дела, точно так же, как вот этот фемобком вводит людей в заблуждение, когда начинает манипулировать статистикой, когда начинает говорить о том, что, да, вот про наркофобию, вот даже ника вот-вот высказалась, как мне пишут, я даже этого не знал, довольно быстро станет понятно, что наркотики зло, это фраза, которую используют люди с наркофобными взглядами, люди, выступающие за гуманную наркополитику, такие тезисы не высказывают, ну, во-первых, это просто ложь и манипуляция, потому что гуманная наркополитика, это, разумеется, декриминализация, я за нее выступаю, потому что только декриминализация позволит уменьшить на рынке долю самых ядовитых синтетических веществ, они появляются как реакции на новые запреты, и люди сегодня травятся теми веществами, которыми травятся, потому что вещества менее опасные, менее ядовитые, менее влияющие на психику, были криминализованы, а собирать мифедрон, сейчас это главный убийца в России, собирать мифедрон из компонентов по принципу конструктора и ввозить его в Россию из Китая гораздо проще, поэтому на людях, проводящих запретительную политику в России, лежит ответственность, в том числе и за мифедроновую наркоманию, которая охватила всю страну, об этом забывать не надо, но любопытная риторика, разумеется, нужно быть наркофобом, наркотики, это отвратительно, не подпускайте к себе наркопотребителей никогда, эти люди вас обманут, эти люди вас предадут, эти люди вас, дай бог, не дай бог убьют, но они убивают, если вы их подпускаете к себе слишком близко, это люди, которые не отвечают за себя, не нужно вступать в отношения с людьми, которые за себя не отвечают, точно так же, как не нужно к себе подпускать людей, которые выходят из среды, где к девушкам относятся, например, Ну как, особенно девушкам, которые ведут западный образ жизни, которые якобы феминистки, фемобком должен защищать, но фемобком этого, разумеется, не делает, потому что, мне кажется, женщины, которые не согласны с фемобкомом, сегодня являются просто главным врагом всего, что они пишут. Это мы видим по как раз тем тредам, которые случились в интернете, но в чем основная ошибка подобной позиции, почему она приводит к трагедиям из раза в раз, потому что если вы внушаете, пользуясь своим общественным влиянием, девушкам, мужчинам, кому угодно, что не нужно быть наркофобом, к наркопотребителям нужно относиться с пониманием, значит, они все, значит, бывают разными, разумеется, они бывают разными. Но мы говорим о больших числах. Вы подталкиваете человека на совершение ошибок. Когда вы объясняете русским девушкам или девушкам, которые были воспитаны в западной культурной среде, то есть в среде толерантной, что вот, значит, все культуры одинаковые и не нужно дискриминировать, а если ты дискриминируешь, то ты, значит, проклятый расист, ксенофоб и националист, то вы таким образом даете мне нереалистичную картину мира, подталкиваете их к совершать ошибки, ошибки, которые в итоге могут выливаться в те смерти, которые мы наблюдали на этой неделе, которые мы будем продолжать наблюдать. Есть принципиальная разница между виктимблеймингом, которым заниматься нельзя никогда. Разумеется, девушка, которая встречается с наркоманом, разумеется, не виновата в том, что наркоман ее убил. Разумеется, семья, которая наняла нелегального иммигранта выполнять какие-то строительные работы, не виновата в том, что нелегальный иммигрант их убил. Но суть разговора не в этом. Можно быть правой с точки зрения правовой, можно быть невиноватым, но тебе будет все равно, когда ты лежишь три метра под землей и больше никогда не будешь дышать. Именно поэтому либертарианцы и вообще люди, которые немножко дружат со здравым смыслом, мы пытаемся объяснить, что да, ты можешь в короткой юбке идти в район, где живут преимущественно нелегальные иммигранты. Ты можешь это делать, да, ты будешь сколько угодно прав в том, что ты это сделала, да, но риски того, что для тебя это плохо закончится, они очень велики. Именно поэтому там я и снова люди, которые со здравым смыслом немножко дружат, мы говорим, что такой человек дурак. И не нужно стесняться говорить, что вот ты встречаешься с наркоманом, с тобой беда произошла, ты, конечно, невиновен, да. Конечно, на тебе никакой ответственности нет, но ты дебил, и здесь нет никакого противоречия. Эта мысль чрезвычайно неудобна фемобкому, эта мысль чрезвычайно неудобна либеральному обкому, потому что их задача не спасти жизни людей. Их задача проводить свою разрушительную культурную повестку и обманывать, и вводить в заплуждение своих жертв для того, чтобы жертвы совершали поступки, которые могут аукнуться им страшной ценой, но люди, которые им создавали вот эту ложную картину мира, которые их вводили в заблуждение, они встанут в сторонки, напишут тред, и их это никогда не коснется. А почему их не коснется? Потому что они либо будут во власти, как номенклатура, которая в США, например, не касается погрома на расовой почве, который устраивает БЛМ, как их не касается поджоги малого бизнеса, как их не касается карантина, беси и закрытия бизнесов, потому что они обладают к этому иммунитетом, они выше той катастрофы, которую они создают. Либо они живут в гейтед комьюнити и от результатов проводимой собой политики отгрожены финансовым цензом. В этом моя претензия к ЛИБОПКОМУ, в этом моя претензия к ФИМОПКОМУ и люди, которые выступают на их стороне, люди, которые, если вы к ним прислушаетесь, просто задумайтесь о том, к чему приводят их пропаганда, и пожалейте жертв этой пропаганды, потому что жертвами их пропаганды будут вот такие вот девочки в Новосибирске, жертвами их пропаганды будут семьи, которые, поведясь на уверение о том, что все культуры одинаковы, это просто абсолютно не так.